Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 3 стих 10 главы книги Левит. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Итак, действие происходит в один из самых прекрасных и радостных дней. Израилетяне завершили строительство первой скинии, первого храма. И Моисей в течение семи дней готовился к этому празднику. И вот на восьмой день, ровно в тот день, годовщину того события, когда народ получил скрижа Лизавета, совершается праздник. Древние предания говорят о том, что на небесах это был самый счастливый и прекрасный день с момента сотворения мира. Но вот именно в этот день разразилась страшная трагедия, вот почему Аарон вынужден будет молчать. Два старших сына Аарона принесли нечестивый, то есть чуждый, профанный огонь пред лицом Бога без его повеления. И божественный огонь, который сходит с неба для того, чтобы поглотить жертвоприношение, вместе с жертвами поглотил и их самих. И в этот момент они погибли. Поэтому радость ликования Аарона сменяется трауром. Он молчит. Человек, который был устами Моисея, больше не мог выговорить ни слова. В его устах слова словно превратились в прах. И в этом эпизоде о смерти его старших сыновей есть несколько моментов, которые трудно сразу понять, но они заслуживают пристального размышления. И все они связаны с понятием святости или каких-то священных сил, энергии, которые священное пространство излучает. И при неправильном употреблении оно несет с собой смерть. Сегодня это можно было бы сравнить с атомной энергетикой. Если неправильно обращаться с этой силой, то она может принести смерть. Если правильно и разумно, то она несет в себе какие-то благотворные силы. И вместе с тем в этой истории о двух братьях мы можем увидеть урок о том, как вообще относиться к лидерству. Но начать следует с истории самого Аарона. В книге «Левит» рассказывается о том, как Моисей повелел Аарону взять на себя обязанности первосвященника. Моисей в 9 главе, в 7 стихе говорит Аарону «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Итак, Моисей говорит подойти к алтарю, подойти к жертвеннику, как будто Аарон держится на расстоянии, как будто он не хочет приближаться к священному жертвеннику. И некоторые древние толкователи говорили о том, что Аарон себя считал недостойным приближаться к Богу, потому что он не может забыть историю золотого тельца. Аарон считает себя недостойным, именно поэтому Моисей говорит ему «Дерзай, ты избран на это служение». И почему Аарон считает себя недостойным? Потому что действительно присутствие Бога внушает в сердце любого благочестивого человека какой-то священный страх и трепет. Нельзя забыть о том, что невозможно увидеть Бога лицом к лицу и не умереть, поэтому со священным никто не может заигрывать. С другой стороны, говорят о том, что когда Аарон увидел, что у жертвенника есть украшение в виде рогов, то, конечно, он вспомнил золотого тельца и поэтому постыдился самого себя, вспоминая эпизод своей жизни. Потому что именно в том позорном эпизоде он сыграл ключевую роль, и поэтому может ли такой человек приносить жертвоприношение ради искупления грехов и для очищения себя и народов? Для этого необходима невинность, которой у него, конечно, нет. Именно поэтому Моисей должен напомнить Аарону, что жертвенник воздвигнут не для праведников, он воздвигнут именно для того, чтобы через священодействие грех был искуплен, очищен. И самое главное, что Бог избрал его стать первосвященником. И это избрание является недвусмысленным знаком того, что он в действительности прощен. Существует еще другое объяснение, может быть, менее духовное. Аарон до этого момента был правой рукой Моисея во всех его делах. Он был всегда рядом с ним и был его спикером, потому что Моисей был гугнив, то есть ему было трудно говорить, он заикался. И для того, чтобы вести народ, ему нужна была помощь. Он опирался на руку Аарона. И есть принципиальное различие, психологическое отличие между тем, когда ты на второй роли, ты всегда правая рука лидера. Другое дело, когда тебе предлагают занять первое место. И, вероятно, вы знаете людей, которые отлично справляются с ролью помощника, но при этом всячески избегают занять главное место, повести за собой. На самом деле, конечно, не имеет принципиального значения. Оба толкования могут оказаться правильными, по крайней мере, справедливыми. В любом случае, Аарон не хочет принимать на себя новую роль, и поэтому Моисею приходится его убеждать. Именно для этого ты был избран. Это твое призвание. И исполняй это не потому, что ты лучший, а исполняй его из послушания. Совершенно другая история разыгрывается в личности его сыновей. Они предстали пред Бога с этим чуждым, профанным огнем, хотя такого повеления не было. Они проявили какую-то инициативу, которая оказалась знаком непослушания, и поэтому она наказуема. И здесь мы должны обратиться к некоторым местам в Пятикнижии, в которых говорится о смерти. Во-первых, некоторые экзегеты просто говорят, что, вероятно, надав авиуд, перед этим употребили изрядную долю алкоголя, и поэтому они были не совсем адекватны и за что поплатились. Другие считают, что они просто были людьми очень высокомерными. Существует предание о том, что они не были женаты именно по этой причине, потому что они считали себя лучше других и не видели рядом с собой никого, кто был бы достоин их дружбы, их близости. Некоторые толкователи говорят о том, что, когда они видели Моисея и Араона, то они испытывали необычайно сильное возмущение и говорили друг другу, когда же, наконец, эти два мужа умрут, чтобы мы, наконец, могли взять в свои руки власть в собрании народа. Все толкователи так или иначе указывают на то, что им не терпелось приступить к исполнению функций вождей. Они были настолько увлечены этой идеей, что они смогут исполнять роль священников в церемонии инаугурации святилища, что в приступе этого энтузиазма они совершают то, что им никто не поручал. Здесь возникает вопрос, им никто не поручал, хорошо, а Моисей, когда разбил скрижа Лизавета, увидев золотого тельца, кто ему поручил так поступить? Если Моисей может поступать по велению своего сердца, то почему другие не могут поступать так же? Здесь, конечно, нужно всегда учитывать, что есть принципиальные различия между служением священника и служением пророка. В церкви, в христианстве и в других религиях тоже всегда возникает конфликт между институциональными формами власти и харизматическими. Пророк всегда действует в какой-то уникальный исторический момент, который не похож ни на то, что было до этого, ни на то, что будет после. Поэтому пророк всегда может принимать какие-то неожиданные решения, он может совершать экстравагантные поступки, но не потому, что ему просто хочется почудить, а потому, что действительно момент уникальный, и решение, которое должно быть принято, тоже будет уникальным. Другое дело – священник. Священник священодействует в вечности. Он должен исполнять предписания, которые на протяжении столетий остаются неизменными. Он не может принимать никакой инициативы. И в частности это касается предписаний святостей, которые священник обязан соблюдать. Святость и священная – это тот мир, в котором решение принимает Бог, а не человек. И Надав и Авиут не понимали, что существуют эти два принципиально разных вида лидерства. То, что вполне уместно в сфере управления, может оказаться неуместным в других делах. Например, судья не может быть политическим лидером. Царь – это не премьер-министр. И духовный лидер не может быть шоуменом, который заботится лишь о собственной популярности. И если мы путаем эти роли, то можно потерпеть не только личную неудачу, но тоже подставить под удар само служение, которое вы решились взять на себя. Итак, между Аароном и его двумя сыновьями мы видим разительный контраст. Они диаметрально противоположны. Аарон – человек с очень высокими нравственными стандартами, и Моисей должен его убедить приступить к исполнению служения. Его сыновья, наоборот, не отличаются высоким уровнем самосознания. И от одной мысли, что они могут исполнять роль священников, они приходят в такой восторг, что их импульсивность обернулась для обоих погибелью. И здесь есть несколько искушений, которые всегда должен преодолеть человек, облеченный властью, или который приступает к исполнению каких-то обязанностей. Во-первых, всегда возникает вопрос, почему я? Почему я должен взять на себя ответственность? Потому что любая ответственность связана со стрессом. Кто-то будет рядом, постоянно недоволен тобой, будет тебя критиковать, будут оппоненты, и с этим сталкивается любой лидер. Кроме того, рядом всегда есть более компетентные люди, которые лучше меня могут исполнить эту работу. И с этим сталкиваются очень многие великие личности. Например, Моисей у неопалимой Купины настойчиво дает понять Богу, что он совершенно не подходит для порученной ему миссии. Пророк Исаия и пророк Иеремия тоже чувствуют и убеждают Бога, что они не подходящие кандидатуры. Нужно найти кого-то более подходящего. Пророк Иона может быть из них самый яркий, потому что его принудили стать лидером, и в ответ он отчаянно пытается спастись бегством. Он пытается избежать этой миссии. Поэтому действительно миссия – это серьезный вызов. Но если вы чувствуете, что вас призвали выполнить определенную задачу, если вы знаете, что миссия необходима и важна, вам остается сказать только одно – вот я. И придать себя в руки того, кто тебя посылает. Вы имеете право испытать страх, потрясение, но вы не имеете права не исполнить свое призвание. Есть другое искушение, противоположное этому. Есть люди, которые себя считают законными, прирожденными лидерами. Они уверены, что они лучше других могут выполнять эти функции. И на расстоянии быть лидером – это всегда кажется довольно простым делом. Что непонятно. Все знают, как руководить. Говорят, что на заднем сидении очень часто бывают люди, которые гораздо лучше водителя знают, как водить машину. При этом они просто уверены в этом, хотя это может оказаться совсем не так. И настоящий лидер тоже всегда сознает, что он оказывается во главе десятка тысячи, сотен, миллионов людей, которые сами себя считают президентами, царями, императорами. Но если амбициозному человеку дать власть, он, скорее всего, начнет сеять вокруг себя хаос. И это вернется и против него, и против народа, и против самого этого служения. Когда ставки высоки, то особенно опасны такие соблазны. Итак, в порыве энтузиазма история этих братьев как раз говорит об этом энтузиазме, о самоуверенности, которая оборачивается самыми роковыми ошибками. Это не означает, что нужно любой ценой угождать окружающим. Но настоящие лидеры, они способны услышать мнение разных людей, увидеть множество точек зрения, почувствовать, что есть столкновение интересов. И при принятии решения руководствуются не своими эмоциями, не семиминутным расчетом, но какими-то дальними перспективами. Потому что тот, кто просто пытается всем угождать, в конечном счете не удовлетворит никого. Все будут им недовольны. Наоборот, иногда нужно поставить себя на место других и убедить несогласным. Все это требует большого здравомыслия и чрезмерный энтузиазм. Самый худший советник. Несомненно, эти два брата, Надав и Авиуд, были выдающимися личностями. Но проблема в том, что они сами себя считали великими. В этом они не были сыновьями своего отца Аарона. Единственное, чего не хватало на Даву и Авиуду, это здравого смирения, осознание собственной несостоятельности. Чтобы совершить в жизни нечто по-настоящему великое, необходимо не терять мудрость, когда сталкиваешься с этими двумя искушениями, о которых я вам сказал. Первое – это страх величия. Кто я? Второе – это излишняя самоуверенность в себе, уверенность в собственном величии. Кто они такие? Я могу все сделать гораздо лучше. Итак, у нас с вами есть все шансы добиться самых выдающихся успехов, чем бы вы в жизни ни занимались, если вы будете иметь перед глазами урок этих двух братьев. Успех обеспечен, если задача будет важнее, чем ваши амбиции. И, во-вторых, если вы готовы сделать все, что в ваших силах, не считая себя выше других людей. И если вы способны прислушиваться к чужому мнению, услышать нужный совет, на что оказались совершенно неспособны эти два брата. Люди становятся лидерами не потому, что они родились великими гениями, но они становятся великими гениями, потому что они готовы взять на себя ответственность за других. Считаем мы себя подходящей кандидатурой или нет, это не имеет решающего значения. Так было с Моисеем и Араоном. Важна лишь готовность в самый ответственный момент ответить «Вот я, пошли меня». На портале «Экзекиат.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!